А вы знали, что мастеру маникюра нужно 5 разных топов? И это не считая матового и декоративных. Надеюсь, я вас заинтриговала. Всем привет, меня зовут Нагима, и очень рада видеть вас на своем канале. Что за бред? Можно купить одну баночку топа и пользоваться ей в работе. Да, можно. Если хотите, можете даже не досматривать это видео до конца, но я хочу поделиться с вами своим способом. Смотрите, я разделила условно все маникюры, все покрытия на 5 категорий, и для каждой из этих категорий у меня есть свой топ. Я хочу поделиться своими любимыми топами. Вы можете также поделить маникюры клиентов на 5 категорий, можете воспользоваться моими, и к каждой из категорий уже выбрать свой любимый топ. Я ни в коем случае не настаиваю на марках, которые я буду вам показывать, просто делюсь, так сказать, любимчиками. В чем вообще суть такого деления, и зачем мне 5 разных топов, зачем столько тратиться, может быть, кто-то скажет. Смотрите, ни для кого не секрет, что выполняет цветное покрытие, после просушки на ногтях остается липкий слой. В этом липком слое есть остаточный пигмент. И если у нас условно одна баночка топа на все ногти, то мы перекрываем как красные, так и черные, так и белые оттенки одним и тем же топом. Соответственно, этот пигмент постепенно, постепенно, постепенно выпадает в наш топ. Да, не будет такого, что мы перекрыли черные ногти лаком, потом перекрыли топом, и наш топ сразу стал черным. Нет, но маленькие-маленькие-маленькие частички пигмента попадают, и топ в конце концов становится либо мутный, либо, может быть, он может желтить нахмерно-белом, либо давать серость на черном. Плюс нужно учитывать тот фактор, что есть топы с ультрафиолетовым фильтром, есть без УФ-фильтра или для черных оттенков нужно, чтобы не было этого фильтра, а для неонов нужно, чтобы он был. Так что уже к минимуму одним топом здесь не обойтись. И поняв этот нюанс, я выделила для себя пять категорий маникюр. Первая категория — это нюд, френч, белый и очень выбеленные цвета. Для них я использую топ-бриллиант от Holy Moly. Можете, как я уже сказала, использовать любой свой любимчик. Почему именно такая категория? Потому что, во-первых, нюд, он не имеет никакого пигмента, то есть мы, нанося гели, либо камуфляжи, имеем, по сути, просто липкость, да, пигмента никакого нет. А белый у него свой такой белесенький пигмент, и в выбеленных оттенках он такой же, поэтому перекрывая потом белый, френч и нюд, никаких лишних пигментов не будет. Ну, единственное, может быть нюд, немножечко забелится, но это уже, это уже перебор, скажем так. Нет, нюд не забелится, потому что так много пигмента в топ не попадет. И следующая категория — это будут черные оттенки и темные оттенки. Для них я использую топ от American Creator, Vanta Black, надеюсь, правильно прочитала. То есть это топ специально для темных оттенков, даже я сказала, специально для черного. Он без ультрафиолетового фильтра, соответственно, не даст синеву нашим темным цветам. Есть клиенты, которые не обращают на это внимания, а есть клиенты, которые выходят со своими черными ногтями на солнышко и говорят, блин, они синие, что они так, как такое возможно, они не хотели синие ногти. А дело в том, что нужно правильно топ выбирать. Следующая категория — это яркие и неоновые оттенки. Для них я использую топ от BSG Hard с ультрафиолетовым фильтром. Это очень важный момент, потому что иначе, если клиент сделал неоновые красивые яркие ногти, чаще всего это делают летом, вышел на солнышко и очень много времени проводил на нем, то неоновый гель-лак может выгорать, если не будет ультрафиолетового фильтра в топе. Так что вот вам обязательно этот нюантик запомните для себя. Следующая категория — это втирка и блестки. Смотрите, когда мы перекрываем втирку, либо какие-то сыпучие блестяшки, в любом случае, перекрывая топом на нашу кисть, будут эти блестяшки цепляться, потому что они очень-очень мелкие. Поэтому топ для блесток должен быть отдельный, если вы не хотите, чтобы ваш будущий френч тоже стал блестками. Ну, может быть, это и красиво, но ваш клиент вряд ли это оценит. Я выбираю топ от Air Nail, он просто называется топ-гель. Он отлично держит втирку. Ну, конечно же, нужно правильно ее закреплять. Как всегда, бафим торцы, наносим праймер, и потом просто в одним слоем перекрываем этим топом. Все будет отлично носиться. И последняя категория на сегодня — это стемпинг. Я такой ленивый мастер, поэтому я люблю. Нанесла стемпинг, убрала с торцов лишний лак и просто перекрыла топом. Многие топы начинают скатываться, но для себя я нашла два отличных варианта. Это Prime Top от Emmy и Iron Top от Yagoda. Они замечательно держат блеск, не скатываются со стемпинга и очень приятной консистенции. Вот такие пять категорий у меня получились. Они, конечно же, условные. Вы можете выделить для себя несколько, не все пять, условно там три-два, либо просто взять на заметку, что вам нужно иметь как минимум два топа с ультрафиолетовым фильтром и без него. Кстати, раньше мой любимый топ был Uno Super Shine. Я думаю, многие мастера, кто давно работает, знают его, помнят. Не то, что он плохой, перестал мне нравиться, просто начала пробовать другие, и как-то они мне больше, так сказать, запали в душу. Так вот, не обязательно покупать пять разных труков, как я вам показала, а можно один свой любимый, ну, кроме того, который будет без ультрафиолетовых фильтров. Я как делала? Покупала большую баночку, и у меня было несколько бутыльков использованного топа. Я просто налевала в эти баночки, и у меня там была баночка, и на крышечке писала букву Я, тогда для ярких цветов, потом следующий бутыльок, я на крышечке писала букву F, там, для френча, да. И у меня там было, так, три разные баночки для разных целей. И топ с ультрафиолетовым фильтром у меня был, там, отдельный. В общем, можете просто использовать один свой любимый топ, но разлейте его по разным баночкам. А я надеюсь, что мой такой небольшой лайфхак был вам интересен, полезен, видео понравилось, всем спасибо, до новых встреч, пока-пока!